Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российская летопись». Сегодня 15 декабря. В этот день в истории нашего Отечества. В 1818 году родился Афанасий Бычков, археограф, академик Петербургской академии наук. В 1832 родился Павел Третьяков, русский художественный деятель, основатель Третьяковской галереи, действительный член Петербургской академии художеств. В 1903 родился Михаил Колотозов, кинорежиссер, народный артист СССР. В 1904 родился Сергей Юткевич, режиссер, теоретик киноискусства, народный артист СССР, герой социалистического труда. 15 декабря 1908 года родился Евгений Вучетич, скульптор, народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, герой социалистического труда. 15 декабря 1832 года в Москве родился Павел Третьяков, русский художественный деятель, основатель Третьяковской галереи, действительный член Петербургской академии художеств. Он происходил из купеческой среды и сам до конца своих дней оставался купцом. И вместе с братом Сергеем Михайловичем он владел мануфактурной фабрикой в Костроме, и это давало ему средства для истинного дела его жизни – собирательства. Павел Третьяков получил домашнее образование, начал карьеру в торговле, работая с отцом. Развивая семейное дело, Павел вместе с братом Сергеем построил бумагопредельные фабрики, на которых было занято несколько тысяч человек. В 1850-х годах Павел Михайлович начал собирать коллекцию русского искусства, которую практически с самого начала он намеревался передать городу. Считается, что первые картины он приобрел в 1856 году. Это были работы «Искушение» Николая Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова. Затем коллекция пополнилась картинами Ивана Трутнева, Алексея Саврасова, Константина Трутовского, Федора Бруни, Льва Лагорио и других мастеров. Меценат скупал не только готовые произведения искусства, но и заказывал их художникам. Например, по его заказу Федором Бронниковым была написана картина «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу». Особенно неравнодушен Третьяков был к творчеству Василия Перова. Его картины он покупал активнее всего. В 1860-м году купил сразу несколько. «Сельский крестный ход на Пасхе», «Тройка» и «Дилетант». В этом же году Павел Михайлович составил завещание, в котором говорилось «Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, принесущего многим пользу, всем удовольствия». В 1874 году Третьяков построил для собрания коллекции здание, галерею, которая в 1881 году была открыта для всеобщего посещения. В 1892 году он передал свою коллекцию вместе со зданием галереи в собственность Московской городской думы. Год спустя это заведение получило название «Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых». Павел Третьяков был назначен пожизненным попечителем галереи и получил звание почетного гражданина Москвы. К концу жизни Третьяков носил титул коммерции советника, был членом Московского отделения Совета торговли и мануфактур, а также действительным членом Петербургской академии художеств. 15 декабря 1903 года родился Михаил Колотозов, кинорежиссер, народный артист СССР. Он появился на свет в Тифлисе. Трудовую деятельность начал на Тбилисской киностудии, где работал монтажером, ассистентом оператора. Пробовал себя в качестве оператора, актера и сценариста. Режиссерский дебют Колотозова состоялся в 1928 году. Он снял кинокартину «Их царство». Фильм построен на хроникальном материале меньшевистской Грузии 1918-1920 годов. Эта лента обнаружила стремление режиссера к поэтическому, образному постижению реального мира. Пластика изображения, острые ракурсы, необычные эффекты освещения поднимают до уровня шедевра последний немой художественно-документальный фильм Колотозова «Соль Сванетии». Черно-белая графика горных пейзажев в верхней «Сванетии», экспрессия в построении кадра и в смене планов, романтичность режиссерской манеры сделали «Соль Сванетии» заметным явлением советского кинематографа своего времени. В 1933-1934 годах Михаил Константинович был аспирантом Ленинградского отделения Государственной Академии Искусства Знания. После окончания работал директором Тбилисской киностудии. В 1939 году снял на Ленфильме картины «Мужество» и «Валерий Чкалов». Последний имел шумный успех и упрочил режиссерскую репутацию Колотозова. Во время Великой Отечественной войны Колотозов совместно с Сергеем Герасимовым снял военную драму о ленинградской блокаде «Непобедимый». Затем киноконцерт к 25-летию Красной Армии тоже с Герасимовым. После чего вновь перешел на административную работу. Вернувшись в режиссуру в 1950 году Михаил Константинович снял ряд фильмов, среди которых «Заговор обреченных», «Вихри враждебные», «Верные друзья», «Первый эшелон». Пиком творчества Колотозова и одной из лучших лент отечественного кинематографа стал фильм «Летят журавли», снятый по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Игра актеров Татьяны Самойловой и Алексея Баталова, вдохновенный монтаж массовых сцен, необычная подвижность камеры сделали этот фильм произведением, исполненным тонкой лирической красоты и трагедийной силой. Фильм получил главный приз Каннского кинофестиваля 1958 года. Последняя картина Колотозова «Красная палатка» основана на истории полярной экспедиции Умберто Нобили 1928 года. В фильме снимал советских и европейских кинозвезд. Впечатляющие натурные съемки сделали фильм значительным явлением. 15 декабря 1904 года родился Сергей Юткевич, режиссер, теоретик киноискусства, народный артист СССР, герой социалистического труда. Во время Гражданской войны он работал актером, художником, ассистентом режиссера в театрах Киева и Севастополя. В 1921 году поступил в высшие режиссерские мастерские Всеволодомир Хольда, работал художником театра и кино, оформил фильмы Михаила Рома, Третья Мещанская и Председатель, на которых был и ассистентом режиссера. С 1926 года являлся руководителем ЭКЮ, экспериментального киноколлектива Юткевича. Позже Сергей Иосифович возглавил первую киномастерскую на Ленфильме, работал там более 10 лет. В 1938 году, поставив в картину «Человек с ружьем», режиссер обратился к теме «Ленинианы». Им были сняты рассказы о Ленине, Ленин в Польше, Ленин в Париже. Значительным событием в мировом кинематографе стала его экранизация трагедии Шекспира «Отелла», в которой главную роль ярко сыграл Сергей Бондарчук. Среди киноработ Юткевича хроникально-документальные фильмы «Анкара. Сердце Турции», «Освобожденная Франция», «Молодость нашей страны», поет Ив Монтан «Встреча с Францией». С 1938 по 1944 годы Юткевич – художественный руководитель «Союз детфильма». Помимо административной и режиссерской деятельности занимался научно-искусствоведческой работой и преподаванием, вел режиссерскую мастерскую во ВГИКе. Он является автором ряда теоретических книг и главным редактором двух изданий кинословаря. Сергей Иосифович оформил и поставил около 30 спектаклей, включая такие замечательные театральные работы, как «Баня», «Клоп», «Карьера Артура Уи», «Незнакомка» и «Балаганчик». 15 декабря 1908 года родился Евгений Бучетич, скульптор, народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, герой социалистического труда. Он появился на свет в Екатеринославе, ныне город Днепропетровск. С раннего детства у Евгения отчетливо проявилось художественное дарование. Он учился в художественной школе. Затем в 1933 году окончил Ленинградскую академию художеств. С 1935 года он жил и работал в Москве. Был ведущим скульптором объединения «Студия военных художников имени Митрофана Грекова». В стенах студии Вучетич окончательно сформировался как скульптор. В своем творчестве Евгений Викторович с большой силой реалистического обобщения воссоздает важнейшие события истории государства. Созданные им образы нередко приобретают значение героического символа. Работая в соавторстве с архитекторами, Вучетич стал одним из создателей стиля сталинского классицизма. Он извоял целую галерею скульптурных портретов Ленина и Сталина, политических деятелей, советских военачальников, героев труда. Среди этих работ портреты маршалов Советского Союза Георгия Жукова, Александра Василевского, Андрея Гречко, Родиона Малиновского и других. Возглавляя крупные бригады скульпторов, Вучетич был главным автором двух самых известных советских военных мемориалов. Воином Советской Армии, павшим в боях с фашизмом в берлинском Трептов парке, а также скульптуры Родина-Мать зовет, памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде. В обоих случаях проявилось умение мастера достигать острой выразительности силуэта. Среди других произведений скульптора памятник Феликсу Дзержинскому в Москве. Фигура «Перекуем мечи на орала», одна из отливок которой была преподнесена советским правительствам в дар ООН и памятник Александру Матросову в Великих Луках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова